Лизу изнасиловали в подземном переходе. Какая-то пьяная или обкуренная мразь надругалась над девушкой и избила до потери сознания. Семейная пара, которая возвращалась домой с банкета, вызвала полицию и скорую. Помогла прийти в себя. От родителей этот кошмар скрыть не удалось. Лизе пришлось пройти все круги персонального ада, так как родители настаивали на расследовании преступления со всеми вытекающими из этого последствиями. Главное желание девушки было не наказать преступника, а стереть из памяти случившееся, не вспоминать ни при каких обстоятельствах. Мудрые люди говорят, что беда не приходит одна. В тот день, когда Лиза узнала о своей беременности от неизвестного насильника, от обширного инфаркта умер ее отец. Мужчина жаловался на сердце и раньше. Беда с единственной дочкой, которую в их маленьком городе не смаковал только ленивый, добила его. Преступника не нашли. Отец Лизы мучился от ярости и бессилия, что зло не наказано. Это и привело к инфаркту. Лиза преступника не видела. Единственное, что она помнила, это руки в шрам. Происшедшее ее стало отпускать. И тут известие о беременности. После похорон и поминок Лиза, запинаясь, сказала матери о беременности. Ульяна Ивановна смотрела на дочь неживым взглядом и молчала. Лизе пришлось повторить. Что будешь делать? Мне не нужен этот ребенок. Лиза старалась, чтобы голос звучал резко и убедительно. Это мне понятно, но убивать ребенка не смей. Тебе не нужен, а кто-то будет любить его больше жизни. Напишешь отказ в роддоме. Другие у сыновья. Зачем так сложно? Спросила Лиза. Не хочу, чтобы после первого аборта осталась бездетной. Всякое бывает. Нехотя ответила Ульяна Ивановна. Рожать будешь в области. Я договорюсь ближе к сроку. Беременность Лиза переносила легко. Но мысли о том, что ребенка можно оставить себе, ее не посещали. Колледж она успела закончить, а с вузом решила год подождать, пока жизнь не войдет в более или менее привычное русло. Деньги в семье были. Лиза могла себе позволить не работать и не учиться. Через положенное время она родила девочку и тут же написала отказ от ребенка. В свой город вернулась одна. Ее никто ни о чем не спрашивал. От Ульяны Ивановны особо любопытные знали, что ребенок родился слабым и на следующие сутки умер. В областном центре для поступления Лиза выбрала технический вуз, который и закончила с красным дипломом. Работать стала на одном из градообразующих предприятий. Ее там знали по успешным производственным практикам, честно отработанным дотошной студенткой. За красивой девушкой многие коллеги ухаживали, но она с выбором не спешила и со всеми держалась одинаково приветливо. Через полгода в отдел пришел новый начальник. Некто Владимир Озеров, представительный, симпатичный мужчина, лет 35. Ранее он работал в одном из филиалов предприятия. Лизу словно подменили, и без того старательная в работе она стала летать по отделу, словно на крыльях. Мужчина также обратил внимание на ответственную и обаятельную сотрудницу. Постепенно невинный флифт перерос в нечто большее. Лиза ожидала свиданий и конфетно-букетного периода в отношениях. Озеров же никуда не приглашал. Лизу это обижало и злило, но вскоре причина выяснилась. Тот рабочий день был предпраздничным, то есть коротким. Лиза загадала на вечер свиданий и весь день надеялась, что все получится. Озеров действительно пригласил девушку, но к себе домой. Лиза опешила, не зная, что ответить. Строгое воспитание, полученное в семье, не позволяло ей сразу пойти домой, даже к понравившемуся мужчине. Возникла неловкая пауза. Озеров же извиняющимся тоном сказал, «Няня дочери отпрашивается на праздники к родителям в область. Я обещал ей, что поездка состоится. А тебя хочу познакомить с Лизой». «Лиса у нас... Это кто?» уточнила смущенная неожиданным поворотом Лиза. «Это моя дочь, Алиса. Она тебе понравится», пояснил Озеров. Лиза задумалась. Наличие дочери говорило о том, что где-то должна быть и ее мама, то есть жена. Спросить об этом она не успела. Ее мама умерла три года назад от острой сердечной недостаточности. «Так что я...» — типичный безумный отец-одиночка. Грустно усмехнулся мужчина и тут же добавил. «Ну что, предложение поехать к нам тебя больше не пугает?» «Не пугает». Лиза решительно поднялась со стула. «Но по дороге заедем в торговый центр, я выберу подарок Алисе. Ехать в гости с пустыми руками как-то неловко». В торговом центре Лизе понравилась симпатичная платьица в морском стиле. Похожее платье было у самой Лизы в детстве. Его привез из Москвы папа. При мысли об отце тоскливо заныло сердце. Девушка сконцентрировалась. Негоже ехать к маленькому ребенку без позитива. Платью были выбраны яркие заколки. Завершила подарочную эпопею покупка мягкой игрушки — веселого, пушистого щенка. Няня долго извинялась, но была рада, что отец девочки приехал вовремя. На Лизу взглянула с острым любопытством и откланялась. Лиза и Алиса познакомились, и Озеров отправился на кухню готовить ужин. Лиза вручила подарки, Алиса запрыгала от восторга и решила примерить обновки. Девочка долго крутилась у зеркала довольная, а потом попросила сфотографировать ее на смартфон. «Давай я на свой сфотографирую, а потом тебе перешлю», — предложила Лиза. «Конечно», — весело блеснула глазами Алиса. Лиза сфотографировала, но почувствовала какое-то беспокойство. Пытаясь понять его причину, она стала более внимательно рассматривать фото на смартфон. С фотографий на Лизу смотрела маленькая Лиза в знакомом платье с якорями и веселым щенком в руках. «Этого не может быть», — ахнула девушка. Пытаясь скрыть смятение, она начала разглядывать безделушки, которых было довольно много. Ее внимание привлекла фотография молодой красивой женщины. По национальности то ли грузинки, то ли армянки. «Кто эта красавица?» — спросила Лиза Алису, стараясь придать своему голосу как нужно больше безмятежности. «Это не но, то есть моя мама», — голос девочки прервался. Она тихо вздохнула и добавила. «Она умерла». «Прости», — сказала Лиза. «Правда мама красивая?» К Алисе вернулось дружелюбное настроение. «Очень красивая», — уверенно произнесла Лиза. Девочка убежала играть со щенком, а Лиза погрузилась в размышления. Все Озеровы были очень красивыми людьми. Только Алиса абсолютно не походила внешне на тех, кого считала своими родителями, а была маленькой копией Лизы. На ужин все собрались в просторной кухне. Озеров оказался отличным поваром. Закуски и горячие были достойны всяческих похвал. После чая и разговоров мужчина тихо сказал Лизе. «Посиди с журналами или у телевизора, я уложу Алису». Девушка убралась со стола и осталась на кухне смотреть свежие журналы. Озеров вернулся. Разговор вдруг потерял непринужденность. «Ты останешься?» «Нет, не сегодня», — ответила Лиза. «Но я даже проводить тебя не смогу из-за Алиски. Никаких проблем, доберусь на такси». «Как тебе, Лиса?» — улыбнулся Озеров. «Чудесная девочка. Мы, кажется, поладили». Лиза чувствовала некоторую неловкость. Ей казалось, что ее сходство с Алисой Озеров заметил и обязательно заведет об этом разговор. Девушка поспешила вызвать такси. «Я буду рад, если мы будем встречаться. Мой довесок в виде Лисы тебя не смущает?» — сказал Озеров, провожая Лизу к машине и расплачиваясь с водителем. «Ну что ты? Не смущает. Конечно, будем!» — откликнулась девушка. «Конечно, будем!» — стучала в висках у Лизы, возвращавшись домой на другой конец города. Утром она отправилась в область, к матери. Нужно было подумать, что делать дальше. Ульяна Ивановна удивилась, увидев на пороге взволнованную дочь. Частыми визитами ее не баловали. «Что-то случилось?» — спросила она. «Да, случилось», — ответила Лиза. «Идем, мне нужно посоветоваться». Ульяна Ивановна слушала рассказ дочери о взаимоотношениях с Озеровым, о знакомстве с Алисой, не перебивая. Молча она рассмотрела фотографии, свежие фото Алисы, платье с воротником, матросской и старую детскую фотографию Лизы в похожем платье. «Что ты хочешь от меня услышать?» — осторожно спросила она Лизу. «Что мне делать?» — хороший вопрос. Ответ заключается в том, что ты сама захочешь делать. «Я спрошу по-другому», — стердито сказала Лиза. «Какие варианты дальнейших действий ты видишь?» Ульяна Ивановна помолчала, потом произнесла. «Девочка при таком поразительном сходстве процентов на 80, а может и больше. Это твоя дочь». Возраст, кстати, совпадает. Именно поэтому можно свести отношения к минимуму. К рабочим отношениям и не выходить за эти границы. Можно сделать тест ДНК на установление родства. Он внесет ясность. Можно не зацикливаться на этом вопросе и встречаться с мужчиной, который нравится. Даже можно слегка изменить собственную внешность, чтобы сходство не бросалось в глаза. Выбор, дочка, за тобой». Лиза молчала, сосредоточенно разглядывая фотографии. «Я сделаю тест ДНК, иначе я не смогу жить спокойно дальше». «А по его результатам ты примешь следующее решение», – договорила Ульяна Ивановна. Теперь Лизе нужно было позаимствовать какую-то личную вещь дочери Озерова, пригодную для теста ДНК. Удобный случай вскоре представился, и девушка, выполнив все свои намерения, стала ждать результат теста. Дорога за результатом была дорогой на Голгофу. Лиза нервничала, ей хотелось, чтобы тест был отрицательным, а сходство – плодом ее воображения. Получив заветный конверт, она решила прочитать содержимое дома. Результат теста гласил, что степень близкого родства между Лизой и Алисой составляет 99%. Мир из цветного стал черно-белым. Лиза плакала горько и безутешно. Она со всей определенностью осознала, что не сможет стать Озерову женой. Не сможет воспитывать Алису, как ей мечталось. Не сможет, потому что при виде этой славной девочки она будет всегда вспоминать подземный переход. Руки в безобразных шрамах, свой страх, боль и бессилие. Тест на материнство стал тестом на отношение к прошлому, которое все же не отпустило. Прошлое, как оказалось, держало крепко, как клещами. В самый неподходящий момент оно влезло в настоящее и перечеркнуло его уродливыми линиями. На следующий день Лиза уверенно положила на стол начальнику заявление об увольнении по собственному желанию.